Сегодня у нас снова сладенькое, мой живот радуется, но такого мы не пробовали. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал На Пару. Каждый раз, когда мы заезжаем в магазин Твой Дом, мы находим что-то крайне необычное. Звучало как реклама, мы вообще-то, по-моему, покупали это в метро. В твоем доме покупали. А, в твоем доме. Ну, неважно, это не реклама, но если Твой Дом захотите сделать с нами ролик, пишите в директ. И сегодня у нас на повестке дня шоколадная паста из батончика, к которому мы привыкли. Ну, тут еще и МНМС, например. Я никогда такого не видела и не пробовала. Ты любишь нутеллу вообще? Вот, знаешь, иногда раз в год бывает так, как хочется съесть, но постоянно ее есть я не смогу. Мне кажется, это так сладко. Это очень сладко. Но я с хлебушком любил. Ну, мы же хотим нутеллу, как за эталонную шоколадную пасту. Ну, и будем сравнивать ее с пятью другими. Я очень хочу попробовать баунти. Я тоже. Мне кажется, это будет вкусно. Главное, чтобы они были похожи на свои аналоги шоколадные. Помнишь, мы с тобой делали обзор на напитки, баунти и так далее? И там было сомнительно. Если не смотрели, оставим ссылочку в описании. Надеюсь, здесь они нас не подкачают. На самом деле, очень интересно, будут ли вкусы проявляться или как обычно. Кстати, напишите в комментариях, с чем бы вы стали есть такую пасту. Или с чем, например, вы едите нутеллу. Потому что я любил с хлебом. Алина не очень. Многие мешают это в коктейльчике. Кстати, если что-то из этого нам очень понравится, я обязательно это в конце ролика сделаю. Короче, пишите в комментариях, с чем его лучше всего есть. Потому что, ну, очень сладко. Так, будем пробовать нутеллу? Конечно. Базаришь. Я очень давно не ела. Представляешь, как у нас к концу надо налить водички, чтобы после каждой ложечки запивать. Иначе у нас точно слипнется, и мы перестанем различать вкусы. Ну, пахнет очень вкусно. Мне нравится. Помнишь, что ты спросила, любишь ли нутеллу? Сейчас я ее захотел и прям полюбил. На 100 грамм. Закрой уши. 500 калорий? Закрой уши. 539 калорий. О, кошмар. На потайшее еще немножко. Да, я люблю похолоднее, но потому что мы пока сюда доехали, уже все растаяло. О, вот самое вкусное. Полностью доедай ложку. На улице 32 градуса. Представляете, что творится с шоколадной пастой? Вкусно. Очень. Но я вот люблю ее разбавить чем-то не сладким. Я говорю, с хлебушком. Ну, вот в таком виде ее можно в йогурт добавлять простой, например. Да. Натичь не зайдет, она уже жиденькая. И йогурт из низкокалорийного превратится в массонаборный. Вот сколько ты поставила в нутелле? 8. Да, я бы тоже, наверное. Это оригинальное, конечно. Вот прям вкус шоколадной пасты сразу поставляешь нутеллу. Твикс. Следующим у нас твикс. Твикс я очень люблю сам по себе. Кстати, мы обратили внимание, что простые шоколадные батончики мы не пробовали. Если вам интересны, то мы можем заснять. Мы можем причем купить не только банальные, а что-то редкое, типа Лайона. По крайней мере, в России они редко здесь бывают. Кстати, вышли новые вкусы сникерса, очень вкусные. Короче, влепите здесь 15 тысяч лайков, и мы сделаем обзор на батончики. Здесь, оказывается, есть кусочки печенья. Ничего себе. Давай сильно открывать не будем. Интересно, пахнет твиксом? Ну, такое не очень. На самом деле, чем-то похожим пахнет, но правда не твиксом, согласен. Оно гораздо тверже, и чувствуется, что там есть такое, знаешь, что-то печеньеподобное. Ну, странно. Я бы сказала, что не очень похоже на твикс. Вот это похоже на те напитки. Да. Но нормально. То есть, это можно есть. Но мне нутелла понравилась больше. Без вопросов. Но это все равно нет. Здесь больше чувствуется сахара какого-то. Неотвратительно. Не-не-не-не. Прикольно, что печенье на зубах хрустит. Да, хрустит. Ну, это мушетик поставила. Пять даже, наверное. Товарищ, я с вами солидарен. Гориковатый привкус какой-то есть для меня. Ну, а некоторые любят горький шоколад, наоборот. Следующий у нас милки-вэй. Вот сам по себе милки-вэй я не люблю. Я обожаю, он такой нежный. Он здесь двухцветный даже. Так он и должен быть двухцветный. Нет, смотрите, как сделали они пасту. Правильно. Ну, так и надо. Это же милки-вэй. Прикольно. Я первый хочу, можно? Давай. Давай посерединке, чтобы оба вкуса зацепить, да? Конечно. Давай пробуем? Давай, давай. Оп, я отсюда забираю. Вот милки-вэй тоже подтаял, вот вид был не такой подтаявший. Это лучше нутелла. Он менее притерный, видимо, из-за белого слоя. Необычно. Мне это больше нравится. Черный, ну, куда я карате интересна. Отдельный черный, мне кажется, это нутелла. Он менее притерный, чем нутелла. Все-таки нутелла, это ореховая паста, а это шоколадная. Вот два в сочетании. Да, правда вкусно. Я бы тоже восемь поставила, или ты уже даже повыше. Девять. Мне больше зашло. Рекомендую. Это явно советуем. На удивление, правда вкусно. Блин, у меня до сих пор твикс на зубах остался где-то. Эксперт, дайте водички, а то я уже перестаю чувствовать вкусы. Нам надо чередовать, знаешь, сладкие эпизоды и соленые. Но вообще, конечно, минус этих паст, что их много не съешь. Или это, может, плюс, конечно, твоей фигуры. Они безумно сладкие, любые. Баунти. Давай, баунти. Давай, давай, не подведи. Вы же знаете мою любовь к кокосу? Она с кокосом ходит? Да, с кокосовой стружкой. Ну, это было логично бы. Так, так, так. Пока. Безумно вкусно пахнет. Мне кажется, это Рафаэлка будет такая. Калорий столько же. Это Рафаэлла. Добавить сюда миндаль, это будет самый настоящий у Рафаэлла. Да. Ну, так и в баунти внутри, по сути, Рафаэлла. Здесь это баунти без шоколада, либо Рафаэлла без миндаля, как хотите это называйте. Знаешь, мне кажется, добавлять в какие-то коктейли, в какой-то выпечке. Это бомбически вкусно. Это неплохо. Но мне все равно нравится больше Милки Уэйдж. Ну, потому что, смотри, мой кокос так себе. Мне очень понравилось. Семь. Восемь. А, ну все равно не лучше Нутелла. Ну, мне кажется, что Нутелла и это немножко разные. Вот я сейчас пробую, понимаю. У нас правила мы сравниваем. Но вкусно. Хорошо, наравне пока что. Кстати, вот скорее всего ты даже вот этой компании не знаешь. Ну-ка глянь. Нет, ну это же шарики шоколадные, которые. Базар у нас. Но они у нас не очень популярны. Да надо запивать водой, потому что безумно сладко. На самом деле мне показалось, что баунти самый сладкий из всего. Он сладкий, правда. Тут вопросов нет. Они все сладкие. Милки-ой как раз мне почему и зашел, он менее притерный. Да, согласна. Мне кажется, с них прикольно делать молочные коктейли. Мне кажется, в заведении вот так и делают. Я предлагаю выбрать по одному, который нам с тобой понравился. И когда мы вернемся домой, на камеру сделать по шейку. Вот допустим, я уже выбрал, с каким я хочу сделать. А ты, наверное, с баунти, скорее всего. Наверное, да. Посмотри. Тут прям здорово. Он тверже однозначно. Ну-ка, мне даже интересно. Мальтесьерс правильно читается. Тоже грустит. Ну как? Блин, а вкусно. Да? У меня очень логичный вопрос. Почему если шоколадки вкусные, вот эти пасты вкусные, напитки такие мерзкие были? Да. Ну смотри, мы напитки пробовали, нам не понравилось. Знаешь, мне кажется, если взять вот эти комочки, сделать из них реально шарики и положить в духовку, получится один в один. Это очень вкусно. И вот оно реально похоже на оригинал. Да. Вот твикс не похоже на твикс, которые, ну обычные палочки. А они похожи на эти кружочки. Мне понравилось. Как же это все сладко. Но вкусно. Ну с черточкой, я думаю. Очень часто, когда мы что-то дегустируем такое необычное, мы выбрасываем, потому что это нельзя есть. Мне кажется, сегодня можно выбросить только твикс, остальное в холодильнике не испортится. И когда захочется добавлять куда-то. Ну еще плюс, что есть стеклянная баночка, что она может долго храниться, не теряет формы. И баночку потом можно использовать для разных домашних целей. Любая бабушка оценит такое. Для анализов. Ну ладно, да. Для анализов это можно. Остался последний. М-М-Дэнс. О, здесь сверху все усыпано Мэндэнсом. Боже, здесь тоже 559 калорий на 100 грамм. Кошмар. Ну на самом деле, очень сложно, мне кажется, 100 грамм. Съесть невозможно. Я не представляю. Посмотрите, внутри все усыпано маленькими шариками разноцветными. Будем пробовать? Да. Тоже подтаявшие прилично. Заметишь, что они разная степень подтаявания у них? Может, у них была разная степень замораживания еще? Очень вкусный шоколад там по себе. Да. Безумно вкусный. Я был настроен скептически к этим пастам. Мне кажется, там шоколад и самый вкусный. Очень вкусно. Шарики, конечно, такие сомнительные. Шарики просто что-то похрустело. Воздушные рисовые. Ну, очень вкусно. Ну, 8. Вот серьезно говорю вам, все кроме Твикса обалденно вкусно. Здесь на любителя, знаете, каждый найдет в себе что-то. Твикс, правда, не какущий. Баунти классный, Алине больше всего понравилось. Мне Милки Уэй. Вот эти два супер, оба с орешками какими-то. То есть, ну, вообще классно. Я крайне удивлена, приятно, причем, так что я настоятельно рекомендую попробовать. Стоят они не супер дорого. Ну, и не дешево. Рублей по 300. По 300. Но Нутелла стоит так же. Хотя Нутелла продается, конечно, в каждом магазине. Это, кстати, сложнее. Но если у вас есть такая возможность, покупайте. Мы рекомендуем. На пару рекомендую. Знаешь, можно сделать такой логотип, одобренное на пару. Ну, наверное, из всех, какой ты рекомендуешь. Ты, наверное, Милки Уэй. Да. Не, я могу сказать так, я рекомендую все пять, но мне просто из них, из всех пяти понравился больше Милки Уэй. Ну, здесь вкусные все. То есть, омерзительного нет ничего. Наверное, просто самый плохой этот фикс, потому что не чувствуют эти фиксы, и сам шоколад странный. Опять же, это не отвратительно. Самый сладкий баунти, самая вкусная шоколадная паста здесь, здесь самый менее сладкий. Он, да, менее притерный, мне кажется, нет такого противного ощущения, когда ты прям сахар ешь. Ну, сейчас во рту у меня до сих пор баунти, безумно было сладко. Хорошо, что сейчас воскресенье, утро, еще весь день впереди, и мы успеем это потерять. По крайней мере, пока, знаете, доберемся обратно домой, в такую температуру все выйдет само. Ну что, друзья, на этом на сегодня все, надеюсь, вам понравилось. Поддержите ролик лайком, если хотите, чтобы мы еще ели сладкие батончики, потому что мы их не сделали, а все-таки надо. Профессия наша обязывает. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. На пару веселей. Пока! Мы уже дома, и я сейчас сдержу свое обещание, я взял вилку, мне, кстати, нужна ложка. Сейчас будет эксклюзивный коктейль от Эваниона. Из нашей пасты, которая мне больше всего зашла, Милки Уэй и молока. Очень сложный рецепт. Маленькая жирность, мы же худеем. Шоколадная паста, да? И пасты. Насколько сладко хотим, столько и положим, но я буду кидать по максимуму. Она еще растаявшая. Все остальное можно обрезать. Это не так просто, как оказалось, приходится работать сразу двумя ложками, алине потом их мыть. Я тоже хотела, что они будут мыть блендер, но я догадываюсь. Чей ролик тот и моет. Не пропадать же добру. Пахнет, как протеиновый коктейль, вот, прям один в один. Знаешь, это в 10 раз лучше тех коктейлей в баночках, в Милки Уэй, что мы пробовали. Очень сладко, надо было на воде делать. Короче, Эванион одобряет. Эванион одобряет. Эванион одобряет.